Это Ленинградское время, итоговая программа о жизни 47-го региона. Я Екатерина Додзина, здравствуйте. Визит сотрудников ФСБ к чиновникам Всеволожского района на минувшей неделе, стремительной, с оттенком сенсации, очевидной растерянностью местной власти и желанием сохранить лицо за формулировкой не обыска, а совещания. Известно, что силовики изъяли документы, имевшие отношение к застройке Ржевского полигона. Чуть ранее заявление на сайте прокуратуры Ленобласти. Участки, отрезанные под жилые кварталы, относятся к ведению Министерства обороны. Военное ведомство якобы не согласовывало передачу земли. Если понимать масштабы территории Ржевского полигона, позже мы на этом подробно остановимся, можно осознать и масштабы земельного спора и коммерческого интереса. Правда, нас на минувшей неделе больше интересовало неликвидное имущество Министерства обороны, брошенное военными в Выборгском районе. Недостроенное и оставленное здание в поселке Вещево в очередной раз стало причиной трагедии. Дети там падают с перекрытия уже не первый раз. Сейчас медики областной больницы борются за жизнь 9-летнего Максима Бушуева. Почему военные не несут ответственности за объекты, которые представляют опасность для местных жителей? О министерских развалинах буквально через минуту. Ну а пока о том, что еще вы увидите в Ленинградском времени. Канавы заполнены ГЭП. Вокруг и около. Народный исход в Щеглово. Люди против. Стройки у себя под окнами. Я хочу от своего имени поблагодарить всех сенов правительства за совместную работу. Всем спасибо. Не все свободны. Последнее заседание правительства в старом составе. Кто останется, а кто покинет команду Дрозденко? Мой сюжет был о самом главном. Точнее, о самой главной. О маме. Двойная победа. Сюжет длин времени. Про многодетную маму победил на медиа-конкурсе Сезам. Власти пообещали помочь нашей героине, у которой 20 детей. И недосягаемая победа. Саксофонист из Выборга выиграл на азиатском конкурсе композиторов. Помогут ли соцсети улететь в Сингапур? Виноваты военные. Так говорят жители поселка Вещево, когда рассказывают о трагедии, которая произошла у них еще в конце сентября. Девятилетний Максим Бушуев упал с трехметровой высоты заброшенного здания Министерства обороны. Когда-то ведомство строило его для летчиков несуществующего ныне военного аэродрома. Врачи уже четвертую неделю борются за жизнь ребенка. А местные власти тем временем уверяют, несколько лет они просят военных передать им проблемное имущество. Как выяснил Алексей Спиричев, подобных объектов в районе еще несколько десятков. Вот тут вот он спит, тут он у нас занимается. Показывая комнату своего сына, Клавдия Бушуева с трудом сдерживает слезы. Прошел уже месяц, как девятилетний Максим Бушуев в последний раз был дома. Врачи по-прежнему оценивают его состояние как тяжелое. Ушиб головного мозга, перелом свода черепа. Мальчику сделали операцию, убрали гематому. Это было обычное воскресенье. Утром 27 сентября Максим пошел гулять с друзьями. Ребята забрались в недостроенный дом. На одном из этажей мальчик не заметил дыру между перекрытиями и упал с трехметровой высоты. Этот дом начали строить в начале 90-х для семей военнослужащих, которые служили здесь неподалеку, на военном аэродроме Вещева. Здесь он всего в трех километрах. Когда здание практически достроили, военную часть неожиданно закрыли. Дом оказался ненужным, стройку остановили, оставив гнить здание без окон, без дверей. Уже много лет оно является своего рода детской площадкой. Очевидцы говорят, что временами дети здесь даже в футбол играют. Это уже не первый случай, когда дети падают с лестницы пролетов. Недостроены четырехэтажки. Три года назад еще один школьник при падении получил множественные переломы. Что там делали? На крышу залезают, там всякое такое. Вот какие игры ходят? Ну там стряки, братики, страшники. Таких зданий Вещева целый поселок. Большая часть на балансе Минобороны. Вот, к примеру, бывший военный клуб. Когда-то здесь показывали кино, устраивали танцы. Теперь здесь пристанище алкоголиков и наркоманов. А дом, как бомба замедленного действия, может рухнуть в любой момент. Чиновники и рады огородить его забором, но не могут. Не их территория. Земля их. Вот самая наша земля. По большому счету я в землю гвоздь не могу вбить. Не мое. А развалить? Развалить. Тоже не имею права. Сегодня Выборгский район буквально усеян брошенными объектами Минобороны. Многие представляют опасность. Чего стоит знаменитая накренившаяся стена плача военного городка в центре Выборга, которая не первый год норовит упасть. Уже несколько лет военных просят отремонтировать аварийную стену воинской части. Но пока что дальше таких вот силовых подпорок дело не дошло. А между тем стена уже начинает рушиться. Вот мы видим огромные глыбы отвалившейся кладки. И сегодня никто не может дать гарантию, что то же самое не случится с этой частью стены. Она не упадет на тротуар, по которому регулярно ходят люди. Часть уже давно расформирована. Солдаты и офицеры уехали. Но отказываться от имущества военные не спешат. При этом отремонтировать стену тоже не могут. И другим не дают. Министерство обороны говорит, что ненадлежащее содержание стены это проблема предыдущих командиров воинских частей, которые отсюда выведены. Вопрос находится реально под контролем, пишут нам. Причем под контролем вопрос находится у заместителя министра обороны. Та же история и с другими объектами военной части. Администрация Выборга несколько раз просила передать городу пустующий учебный корпус. Чиновники хотели приспособить его под школу, но ответа не получили. Как и в поселке Вещево. И вот наша такая серьезнейшая беда в России – это большая бюрократическая игра по решению вопроса. И вот в кабинет кабинета мы отправляем бумаги, нам приходят ответы, а решения нет. Я думаю, что в ближайшее время мы, используя ресурсы субъектов федерации, муниципального образования и понимание в Министерстве обороны, и здесь наведем порядок. Будет ли Минобороны передавать брошенные объекты района муниципалам, не смогли ответить и нашей программе. Хотя запрос был отправлен еще 10 дней назад. Пока военные выжидают, страдают простые люди. Сейчас врачи областной клинической больницы борются за жизнь Максима Бушуева. Прогресс есть. Мальчика вывели из комы. Он уже понимает просьбу врачей. Узнает родителей. Алексей Спиричев, Виктор Туров, Сергей Скрипкин и Антон Пашукевич. Ленинградское время. Проблемы с имуществом Министерства обороны есть и в Мурино. Там местные власти, чтобы избежать недовольства населения, из себя снять ответственность поступили вот так. Нелепо, но действенно. На фасад аварийного здания повесили табличку. В стилистике, словно у входа на КПП. Объект Министерства обороны. Потому что, кто проезжает, не понимает. Говорит, тут муниципалы построили себе какой-то дворец, а о людях не думают. И чтобы все понимали, что это не наш объект, а он принадлежит Министерству обороны, и там же люди живут. И напомнить, в том числе, Министерству обороны, что это их объект. Общежитие на оборонной улице было приписано к воинской части, расформированной еще 6 лет назад. Военные ушли, а объект муниципалам не отдали. Люди говорят, жить в бараке ежедневный экстрим. Отопления нет почти 20 лет. Все 60 человек спасаются обогревателями. Проводка ветшает и каждый день, как говорится, на грани. 17 лет мы живем без отопления. И когда зимой у нас случаются какие-нибудь аварии с электричеством, мы, в общем-то, по сути, переживаем ленинградскую блокаду. Промерзают в коридоре все стены, трещат, скользкий пол, протечки постоянные, грибки на стенах. Вода в здании Министерства обороны только холодная. Зимой, чтобы не замерзало, в доме круглые сутки не выключают краны. Еще в 98-м общежитие обследовала межведомственная комиссия. И еще тогда в заключении написали, существует реальная угроза жизни людей. Необходимо немедленное расселение. Но и спустя 17 лет ничего не изменилось. Статистики, сколько в целом в области подобных объектов, кажется, не существует. Региональные власти не считают чужое имущество. В любом случае, очевидно, только регион может достучаться до собственника. А формула «это не наше» означает, проблемы жителей еще много лет решаться не будут. Новый состав областного правительства утвердят на этой неделе. В среду кандидатуры, предложенные губернатором, согласуются с депутатами регионального парламента. Ну а всю минувшую неделю для этого готовили почву. На внеочередном заседании областной ЗАГС единогласно проголосовал за поправки в устав, инициированный Александром Дрозденко. Это позволит ему изменить структуру управления регионом. С ноября она будет такой. В нее войдут два основных блока. Хозяйственный – это правительство. Здесь кандидатура согласуется с областным ЗАГСом. И администрация. Сюда входят два вице-губернатора, которые должны понравиться администрации президента. Оба блока возглавит губернатор Александр Дрозденко. Он же в новой структуре и председатель правительства, и глава администрации. Ну а теперь считаем, вместо десяти вице-губернаторов останутся два. Оба в администрации, а вот в правительстве области у председателя будет один первый зам и еще шесть заместителей. Получается, всего у губернатора на всех фронтах будет девять основных помощников. В нынешнем составе правительства, куда сейчас, кроме Дрозденко, входит еще 12 человек, собралось в последний раз на минувшей неделе. На прощальном заседании губернатор подвел итоги и обозначил настрой на будущее. Его общий смысл поблажек никому не будет, уяснил и Олег Кузьмичев. Кто-то безучастно набирал на планшете очки в популярной игре, а кто-то, наоборот, внимательно ловил каждый взгляд губернатора в надежде понять, а я-то пройду дальше. В таком составе правительство Ленинградской области на этой неделе собралось в последний раз. Исторически, с другой стороны, в какой-то степени грустно. Я хочу от своего имени поблагодарить всех членов правительства за совместную работу. Нам есть чем гордиться. Нам не стыдно подводить итоги. И при всех тех проблемах, которые, к сожалению, у нас еще остаются, а практически по каждому направлению невозможно за такой короткий период действительно получить какого-то такого серьезного прорыва. Тем не менее, прорыв нам удалось сделать. После прощальной для некоторых областных чиновников речи Дрозденко в зале заиграл гимн. А после него напряглись и технические службы дома правительства. Фонограмма несколько раз подвисала. Из-за этого прозвучал только один куплет и припев. Вы либо тогда, значит, с интернетом посмотрите, чтобы у нас не зависал гимн, либо тогда гимн запускайте без картинки, чтобы не было стрелок. Потом Сергей Михайловичем дважды сбивались. Александр Дрозденко пригрозил звукорежиссерам потери работы. Было ясно серьезный настрой. Обновить кадры в ближайшее время распространится на многих. Состав правительства Ленинградской области изменится вместе с должностями, если брать не членов правительства, еще и вице-губернаторов. То есть, если взять правительственный блок, административный блок, изменения составят 25%, 27% максимум. Оставить без работы каждого четвертого члена правительства губернатор пообещал на внеочередном заседании областных депутатов, где и приняли поправки в устав 47-го региона, меняющие схему управления областью. 44 за, против нет, воздержавшихся нет, решение принято. Спасибо. Это было, пожалуй, самое быстрое заседание областного ЗАГСа. Через несколько минут после начала область уже получила новую схему управления. Отдельно администрация, отдельно правительство. Согласовывать двух оставшихся вице-губернаторов будут в администрации президента. Этот блок и будет завязан на внешнюю и внутреннюю политику, кадры и антикоррупционную работу. А вот утверждать членов правительства будут депутаты. Новая структура займется экономикой и социальной сферой. Парламентарии получат и возможность выражать недоверие тем, кого когда-то утвердили. По идее, я так считал всегда, что если ты кого-то назначаешь, кому-то вручаешь определенные полномочия, то ты за это решение отвечать должен. Вот эта обязательная цепочка, она должна быть, потому что тогда это дополнительный страховочный механизм от того, что не попадут блатные знакомые или просто не владеющие опытом и схемой управления. Депутаты хоть и утвердили единогласно поправки в устав, но вопросы остались. И их, видимо, зададут уже кандидатам в новое правительство. Полная структура не совсем понятна. То есть нам представлены были первые лица правительства, но полной структуры, к сожалению, у меня сегодня нет. Могут быть вопросы на самом деле. И они обязательно будут у фракции. Обязательно будут. И, может быть, мы не всех и поддержим. Если по поводу тех, кто займет ведущие должности, еще предстоит согласование в ЗАГСе, то сама структура, кажется, устроила всех. На днях подобные изменения решили осуществить и в правительстве страны. Необходимо сконцентрироваться на конкретных местах, которые сейчас нужно будет развивать. Необходимо именно острым моментом таким сконцентрироваться на тех узлах, которые сейчас будут основными для развития Ленинградской области. Это экономика, социальная сфера и политическая деятельность. И вот их нужно развести и на каждое из них поставить по своему ответственному менеджеру. Мобильность меньше необходимых согласований между ведомствами и четкое разделение обязанностей. Это основные плюсы, которые сейчас называют при обсуждении новой структуры области. Уже на этой неделе в эту структуру впишут и конкретные фамилии. Олег Кузьмичев, Сергей Дедюр и Антон Пашукевич. Ленинградское время. Итак, с теми, кто на новенького, определятся, как сказано, к пятнице. А вот имена тех вице-губернаторов, которые не останутся в обновленной команде Дрозденко, уже называют. Пока, правда, в кулуарах областного дома правительства. Итак, в новой команде губернатора не будет вице-губернатора Юрия Пахомовского. Его он курировал в области сферу ЖКХ и топливно-энергетический комплекс. Не оказалось в новой структуре и первого вице-губернатора Константина Патраева. Уйдет из правительства и Герман Мозговой. Он отвечал в области за внешнюю политику. Ну а теперь о том, что увидите во второй части нашей программы. Все здесь закрыто? Да. Нельзя снимать? Нет. Извините. Не ждали или в гости без приглашения? Зачем сотрудники ФСБ наведывались в администрации Всеволожского и Кировского районов области? Канавы закромны в ГЭП, вокруг и около. Народный исход в Щеглово, люди против, стройки у себя под окнами. Мой сюжет был о самом главном, точнее, о самой главной, о маме. Двойная победа. Сюжет «Лен времени» про многодетную маму победил на медиа-конкурсе «Сезам». Власти пообещали помочь нашей героине, у которой 20 детей. И недосягаемая победа. Саксофонист из Выборга выиграл на азиатском конкурсе композиторов «Помогут лицо к сети улететь в Сингапур». Минувшая неделя заполнилась визитом сотрудников ФСБ во Всеволожский район. Атмосферу подогрело появление бойцов спецназа «Град». Вход в здание администрации в Севоложской районе перекрыли, с их главами поговорили о застройке Всеволожского полигона. Изъяли документы. Как пояснил «Ленинградскому времени» глава администрации Всеволожского района Владимир Драчев, это был не допрос, скорее диалог. Чиновник подтвердил нам информацию о том, что силовиков интересовала передача земель Всеволожского полигона, изведение Министерства обороны, муниципалам под жилую застройку. По словам Владимира Драчева, история давний интерес ФСБ вызвал период с 7 по 12 годы, когда районом руководили предшественники на посту. Ну это перечень документов, постановления, которые были в 7 году еще изданы, постановления в 11 году, те необходимые, что было, но там не так много, только по определенным вопросам. Ну это в рамках их дела, поэтому мы, наверное, не будем об этом говорить, потому что это будет немножко неправильно. Работали по полигону. По словам Владимира Драчева, основные вопросы касались администрации Всеволожска, которой руководит Алексей Гармаш. Сам он вначале готов был комментировать приезд силовиков, однако потом почему-то передумал. Как говорят коллеги из района, в поле зрения ФСБ попали несколько ДНП. Это дачные некоммерческие партнерства в районе деревни Старая Ковалева. Там на землях Ржевского полигона уже построены коттеджи. Кто и как отдавал территорию военного ведомства под застройку, теперь, говорит Владимир Драчев, видимо, и разбираются сотрудники ФСБ. Там их несколько ДНП, несколько выделений, но мы к этому отношения не имели. Это городская администрация или земли именно города Всеволожска, потому что тогда и сейчас тут у нас полномочия немножко расходятся. По нынешнему законодательству мы вообще землей сейчас не распоряжаемся, распоряжается полностью город Всеволожск. И под некоторым ДНП к ним и были вопросы, как это выделялось и как это делалось. Вопросы вызывают не только дачные партнерства. В районе Всеволожска земли полигона огромны. Есть и другие участки, которые, по мнению надзорных ведомств, в частности прокуратуры Ленинградской области, были отрезаны незаконно. Александру Туполеву на минувшей неделе сотрудники ФСБ перегородили дорогу в здании администрации Всеволожска. Саша, здравствуй. Что тебе удалось узнать? Да, Кать, здравствуй. Но вообще без ответов остаются главные вопросы. В первую очередь непонятно, почему военные обратили внимание на статус земли только сейчас, ведь строительство там началось несколько лет назад. Эксперты могут только догадываться, какие манипуляции проводились с землей Ржевского полигона. Там было много этапов с манипуляцией с этой землей, ну потому что нужно было оформить ее передачу сначала из Минобороны ведомства в ведомство области, потом их присоединяли к генплану. Генплана-то все, лучше сказать, еще не было. Их изменили функциональное назначение, им определили под застройку, под жилищную застройку. Это вторая процедура. Третья процедура – включение их в состав земель Всеволожска, потом решение о продаже. Вот на каждом этом этапе, по опыту других случаев, мы знаем возможное злоупотребление. Изначально земля была бесплатной. Вот если бы она изначально стоила миллионы, их просто переоформляли эти миллионы из одних рук в другие, то там невозможно злоупотребление, потому что платить нужно. Теперь о масштабах. Ржевский полигон – это огромный участок земли площадью 740 квадратных километров, почти как центр Москвы. На карте он напоминает конус. Начинается от Петербурга, тянется до Ладжежского озера, с одной стороны Всеволожск, с другой – Токсово. С 1863 года там испытывали снаряды для пушек, артиллерийские орудия и броню. Еще полигон известен как место расстрелов. Большевики похоронили здесь от 10 до 15 тысяч человек. По одной из версий, здесь же казнили и Николая Гумилева. Сейчас на полигоне остались действующие казармы, штаб, музей. И недалеко от Всеволожска есть небольшой участок для испытаний. Там до сих пор стреляют. Вот справа за этими домами. Сейчас здесь больница. И дальше примерно километр отсюда уже начинается военная часть. Ну и километра полтора уже находятся стрельбовые позиции морской артиллерии. Здесь как раз испытываются современные арт-установки. Так что, в принципе, от центра города Всеволожска совсем недалеко. Рядом с военной территорией находятся участки, которые уже переданы под жилую застройку. В 2015 году компания «Петрострой» получила разрешение на строительство многоэтажного комплекса «Северный Вальс». И уже продает там квартиры. Но после визита во Всеволожск людей в масках продажи приостановили. Правда, в компании отрицают какую-либо связь с приездом спецслужб. Приостановлены продажи до, я думаю, до следующей недели. Что случилось, то просто если на неделю приостановленная продажа, то... Ну и будет приняться стоимость. Да, Саша, дольщиков Северного Вальса, чьи дома возводятся на спорной территории, уже пообещал защитить вице-губернатор по строительству Михаил Москвин. Вот что он сказал, я процитирую. Когда выдавали разрешение, у застройщиков не было никаких сомнений. Муниципалами были предоставлены документы на землю, градостроительные планы, экспертиза, проектная документация по домам. Да, Кать, ну на самом деле Ржевский полигон такой большой, что там хватит места всем. И для испытательной площадки, и под строительство. Там сейчас очень много неразорвавшихся снарядов, которых хватит на десяток музеев. Хватит места и для мемориала жертвам красного террора, о котором мечтают краеведы, и даже останется место для городского парка. Так что пора уже наконец разобраться, что кому принадлежит, разобраться с законностью всех сделок и начать уже наконец развивать эту территорию. Да, Саша, спасибо, но земельную тему придется продолжить. Под занавес прошлой недели стало известно, что сотрудники ФСБ наведались еще и в Кировский район. Там диалог со спецслужбами ввел глава администрации этого района Михаил Коломытцев. Вопросы тоже были земельные, тоже изъяли документы, тоже периода предшественника нынешнего главы. Сомнение в законности вызвало передачу в аренду земли птицефабрики Лебяжье. Интересовало их некие антикоррупционные составляющие, которые происходили в нашем районе в период, ну, так сказать, несколько лет назад. Связано это с выделением земельных участков. Мы сталкиваемся со многими либо жаловыми жителей, либо когда начинаем в рамках, ну, есть же материалы, дела, проверять документы и находятся, ну, очень странные, ну, на мой взгляд, вещи. То есть, в частности, у нас изготавливались совершенно, ну, если так мягко сказать, фиктивные постановления о предоставлении земельных участков. Земельный вопрос интересовал и жителей деревни Щеглова. Журналистов Ленвремени пригласили на народный сход. В четырех метрах от их домов поставили высокий забор. Буквально под окнами собираются возводить малоэтажный комплекс. Люди жалуются на трещины, которые появились на фасадах с началом стройки и упавший набор воды в кранах. Вы к людям повернулись спиной, я вам уже сказала. И вот эти 10-15 метров, которые люди просят, отступите. Не ставьте 4 метра перед окном. Товарищи, ну, жить, там дети, первый этаж. Канавы заполнены гэ. Вокруг и около. Выходишь из дома, пахнет не садами у нас, как раньше. Во что мы превратились? Жители Щеглова позвонили даже на прямую линию губернатора. Александр Дрозденко обещал разобраться и направить к застройщику специалистов администрации. Довезли людей до белого коления. Люди всем забудоражены, бабушки плачут. А я попрошу, чтобы подъехали наши специалисты и дали оценку этой документации. Это первое. И второе, попрошу, чтобы наши специалисты публично озвучили, какие метры должны быть от фундамента, от забора там, от фундамента строящегося дома, который необходимо соблюдать. С тем, чтобы не было вопросов. Глава региона обещал помочь и героине сюжета нашей программы, Екатерине Тумановой, многодетной маме из Соснового Бора. Сюжет о маме журналиста «Ленвремени» Анастасия Щербакова победила на медиаконкурсе «Сезам». Награды для редакции бесспорно значимы, однако со сцены Анастасия не могла не упомянуть, что самой маме помочь так и не удалось. У женщины, которая воспитывает 20 детей, трое свои, 17 приемные, нет своего жилья, не считая комнаты в коммуналке. Шестикомнатную квартиру для ее огромной семьи снимает благотворительный фонд. Глава региона обещал нашей героине оказать поддержку. Если есть все основания, окажем поддержку напрямую с бюджета, если есть какие-то сложности, то найдем тех, кто поможет нам эту жилищную проблему решить. Надеемся, ждем и обязательно расскажем о продолжении этой истории. Ну и в завершение выборгский музыкант Василий Кабалин стал победителем международного конкурса композиторов Азии и Океании. Его произведение «Парк Монрепо» вошло в список 16 лучших. Василий Кабалин, а знаю чуть ли не каждый выборжец, без него не проходит ни один городской фестиваль. Музыканта часто можно встретить с саксофоном на Красной площади Выборга, где он устраивает концерты для жителей. Как говорит композитор, вердикт жюри стал для него неожиданностью, ведь его произведение основано на классических принципах академической музыки, в то время как на конкурсах в моде современные трактовки. Скорее всего, жюри просто устало от современной академической музыки, где музыки очень мало, если она там вообще есть, к сожалению. А у меня все-таки музыка внутри, причем сложная, полифоническая, местами доходит до восьмиголосный. Ну, если Баха взять, у него обычно четырехголосные фуги, сложные полифонические произведения. Ну, получается, я как бы немножко вернулся к истокам музыки, то есть красота, гармония, мелодия. Чтобы подтвердить победу, музыканту необходимо прилететь на гала-концерт «Сингапур», чтобы дирижировать симфоническим оркестром. Однако прозвучить ли на мировой сцене парк Монрепо неизвестно. На поездку необходимо около 200 тысяч рублей, а их у музыканта нет. Василий Кабалин обратился к горожанам за помощью, «Собирая деньги» на своем сайте провел несколько уличных концертов. Пока набралось чуть больше 10 тысяч рублей, но музыкант верит, до середины ноября с помощью жителей нужная сумма все-таки найдется. И на этом у меня все. Ленинградское время наступит ровно через неделю. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!